хай-ухай на Олега больше не будет все хорошо здесь на его месте, конечно не, ребят, на самом деле, конечно, Олег будет но потом, в других видосах потому что он ленивая жопа и он не хочет обзирать, обзорчить обзорачивать короче, он не хочет рассматривать обслугу обслуги много, обслуги много старой, классной которую еще можно купить, найти помацать, попарить, кайфануть обслуги много новой, классной которую где угодно уже можно найти попарить, кайфануть и поэтому мы запускаем новую рубрику, новый проект где будем рассматривать исключительно обслуживаемые девайсы обслуживаемые с тем, что мы все любим с наматыванием, с прожиганием с тестами, с выкидыванием одних спиралей, покупанием других спиралей, доматыванием вручную спирали. Все это будет здесь. И говорить об этом буду я. Меня зовут Дима. Будем знакомы, ребята. И, конечно же, я долго думал о том, с чего начать. И какой баг затестировать в первом видосе. Какой баг, какую дрипку, какую коробку, бридж и так далее. Все это будет. И пришел к выводу, что Пеннадад. Пеннадад вполне достоин. Почему он достоин? Потому что с него началось такое великое семейство испарителей, как Сирен от Диджи Флэйва. То есть Пеннадад был прототипом для всех сиреней, в том числе для моей любимой, горячо обожаемой второй сирене, о которой когда-нибудь тоже мы поговорим. Но Пеннадад это нечто более премиальное, более штучное, и более вариативное, нежели сирене. И поэтому с него мы и начнем. Вкусно. Итак, что же представляет собой Пеннадад? Пеннадад РТА представляет собой вот такой вот длиннющий бачок. Очень красивый, очень стильный, очень минималистичный. Давайте посмотрим на него. Давайте посмотрим на него, хотя более подробно мы, конечно, на него посмотрим уже в клоузапе. Офигительная, прекрасная вещь, при этом достаточно достаточно универсальная. Давайте перейдем в клоузап, и я покажу это устройство более подробно, а потом поговорим о плюсах, о минусах, и о том, что я, в принципе, об этом все думаю. Погнали. Итак, что у нас представляет собой Пеннадад РТА? Во-первых, база. Вот такая вот база. Здесь мы видим большие, достаточно толстенькие, такие мощные стоечки. Место под установку жиклера. Как мы видим, уже не будет никакой горячей установки, но об этом позже. Поворотное кольцо, которое позволяет нам приоткрыть вот такое большое отверстие под DL. Наверное, хотя этот бак не вывезет DL, но все равно. И несколько маленьких дырочек для настройки вашей МТЛ-затяжки. Затем у нас есть вот такой вот купол. Испарительная камера небольшая, без купольной обработки, но о вкусе мы опять же поговорим позже. Спойлер, будет все неплохо. Это у нас из поликарбоната колба. Высокая, темная, очень красиво выглядит. И крышечка. У этой крышечки есть нюанс, о ней расскажу чуть подробнее. Три жиклера. Ребята, три жиклера у нас в комплекте. Жиклер на 1 мм, жиклер на 1,8 мм, я полагаю. Не подписано же нифига, ну естественно. И вот такой вот Honeycomb 5 отверстий. На самом деле мой любимый жиклер, но собирать бак сегодня мы будем немножко по-другому, под нужды MTL пользователей. Под нужды MTL пользователей. Итак, все это делать будем мы на драге. На драге. Начинаем. Прикрутили сюда базу. Вот так вот она выглядит. Выбираем самый маленький жиклерчик и вкручиваем его сюда по обычной правосторонней резьбе. Обычным правосторонним движением. Чуть-чуть зажать. Не очень это удобно. Можно для этого использовать отверточку, чуть-чуть его так вот опа, здесь поджать и он стоит. Понятно, что при таком расположении жиклера ни о какой горячей смене койла речи не будет. Ну, наверное, нам этого и не надо, потому что койл мы ставим новый, свеженький. Ставить буду дизель, дизель на 0,7 из нихрома. Итак, мы его подожмем, как я это люблю делать. Опачки. Установка спирали максимально обыкновенная. Называется как у всех две зеркальные стойки. Можно, кстати, левосторонние намотки здесь тоже использовать. Для этого места в базе есть. особые гурманы вполне возможно смогут поставить и две спирали, если очень захотят. Только зачем их я не знаю. Но некоторые любят. Так, и вот уже стоит ножкоил. Обратите внимание, как быстро. Обратите внимание, как быстро. Мы его центруем, мы смотрим, чтобы поставим пониже, над обдувчиком, по центру. Все стоит хорошо. Обкусываем ножки. обкусываем ножки. Ножка раз и ножка собственно опа два. Начинаем прожигать. Прожигаем уф, мама, это хорошо. Продолжение следует... 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 Да, итак, но начнем мы все-таки с минусов, и они здесь есть И первый минус это вот эта вот самая крышка, которая может прикипать И если вы хотите подлить жидкости, ну, иногда это может быть довольно сложно Если у вас нет салфетки хотя бы, чтобы взять салфетки как следует и открыть Ну, сейчас она у меня нормально открылась, а бывает, что прикипает Иногда даже приходится использовать вот такой вот Если кто-то помнит, вот эти вот старые пинцеты, они просто топ, потому что им можно сделать вот так И открутить что угодно И та же проблема может быть и здесь, когда мы хотим поменять вату или поменять нашу спираль Здесь тоже может прикипать, и это без подручных средств довольно сложно бывает открутить Это первый минус пенодат Вкусно Второй минус Отсутствие горячей смены жеклеров Я понимаю, что этот баг создавался тогда, когда, в общем-то, это было дефолтом И горячей смены не было ни у кого Но на данный момент это, конечно, минус Мы вынуждены снимать вату, снимать полностью спираль и только тогда добираться до нашего жеклера И сразу же третий минус Жеклеров-то мало Вот их два Вот их два И третий здесь Всего три Это МТЛ затяжка Вот таким вот Это такой свободный МТЛ Тугой РДЛ И более-менее РДЛ-ную затяжку можно сделать на Халифорде При этом кольцо регулировки обдува позволяет нам настроить как будто бы не только РДЛ, но и полноценный день Если вам вдруг это нужно на этом баге, потому что здесь есть огромнейший 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 Ну здесь я его, конечно, не покажу Огромнейшее дупло Вот, если его будет видно Для того, чтобы наваливать и наваливать То есть можно, конечно, полностью снять жеклеры и без жеклера использовать этот баг Но мне кажется, это для извращенцев Так С минусами, наверное, все Хотя нет, вот есть еще один Смотрите, у меня Stratum LLC Да? Мы хотим надеть крышечку Вот так вот она надевается максимум Но здесь, конечно, вопросы, наверное, не к Бату, а к самому Stratum Очень интересно, почему вы сделали устройство, которое подразумевается для отношения с вот этой вот крышечкой Да? Но при этом под эту крышечку лезет добро, если половина всех атомайзеров на 22 мм под нее лезет Увы и ах Приходится использовать вот так Хотя это тоже достаточно бодро выглядит по-стимпанковски Да? Да? Мне нравится Плюсы Плюсы этого бака Во-первых, это, конечно, вкус передач Вкусы передачи божественные Балдеж! Я его тестил на самых разных намотках На всех жиклерах И мне он очень даже по-разному нравится Вот такая вот МТЛ-ная настройка Это под табачки Под сладкие табачки Под десертные табачки Ханюкомп отлично покажет себя на фруктах На холодных жидкостях И более свободный МТЛ покажет себя классно на выпечке Отличная универсальность у этого бачка Второе, объем Ну, вы видите Вы видите, какой он длиннющий Какой он здоровенный Я, честно, не знаю Да и не интересовался Какой конкретный объем в миллилитрах здесь Я могу сказать только, что Этого достаточно Этого много Накурка ТХ ТХ То зачем гоняются все любители МТЛ-а? Ну, как вы видите Здесь длинная Длинная шахта Можно чуть-чуть повыше приподнять спираль И ТХ будет такой Что, мама, не горю Вам понравится Вам понравится Внешний вид Обалденно красивый бак Ну, очень красивый бак Вот Производители серии Диджи Флейвер Они, конечно Взяли от этого бака Все, что у него есть хорошего Исключили, конечно То, что у него есть плохое А именно Вот эта самая верхняя крышка Разборка здесь Но вот Из хорошего Они не взяли внешний вид Этот бак выглядит здорово Этот бак выглядит дорого Этот бак выглядит Элегантно Элегантно Отличный бачок Что же я о нем думаю в целом? А думаю я Что если вы где-то Заметили этот самый бак Этот самый пенодатик Хватайте Не раздумывайте Бегите Выкладывайте ваши денежки Их немного потребуете На самом деле Приобретайте Наматывайте И кайфуйте Обалденный бак Да Он, наверное Не для хождения по улице Не для повседневного Такого вот парения Потому что Длинный Как бы Могут быть Какие-нибудь проблемы С протичками Хотя Укладка вата Как я показывал Довольно простая Не так удобно Скручивать Раскручивать крышечку Поэтому Это для дома Это для дома Для семьи Вот ты пришел Значит вечером домой Налил кофеечку Или с утра Проснулся Помылся Позавтракал У тебя осталось время Набрал кофеечку Взял этот бачок Заметый бачечку Сидишь Кайфуешь Наслаждаешься Потреблением Своего любимого Никотин Содержащего продукта Бак Классный Красивый Стильный И Достаточно Повторюсь Достаточно Не очень Но Вполне себе Удобный Отличная Вещь Ребят Ставьте лайки Переходите Коллегу в чате Я там тоже Если надо Отвечаю Для этого Мне конечно Надо тегнуть Тегать будет Олег И Все На этом На сегодня Спасибо всем За просмотр Бай